Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить традиционно английскую выпечку. Очень популярную. Это крамбл ягодный. Это блюдо подают здесь во всех кафешках и ресторанах. Очень популярно. А готовится совершенно просто. Что нам нужно будет? Ну, прежде всего, поскольку это ягодный крамбл, то нужны ягоды. Вот у меня здесь по 150 грамм ежевика, малина и чернику я взяла. Всё по 150 грамм. Что нам нужно для самой крошки? Потому что крамбл это ягоды и сверху крошечка, которая потом запекается в духовке. Для крошки, для теста, так скажем, нам надо 240 грамм муки. Вот здесь у меня просеянная уже мука. 150 грамм сахара. 1,5 столовых ложки. Ложки разные, поэтому у меня небольшая. Поэтому я сделала 1,5 ложечки яблочного уксуса, чтобы крошечка хрустела. Разрыхлителя чайная ложка. И чуть-чуть щепотка соли. Для ягод ещё надо будет использовать 2 чайных ложки крахмала кукурузного и присыпать немножко сахаром. У меня сахар тростниковый. Но я в крамбл, всё, что с ягодами связана, вся выпечка, когда вы добавляете ягодную такую начинку. Например, я предпочитаю делать её пряной. Ну, то есть добавлять какие-то пряности. Вот я сюда в этот сахар добавила по пол чайной ложечки ещё кардамона и корицы. Ну, мне так нравится. Можете не добавлять. Это на ваш вкус. А также нам для теста нужно будет 170 грамм масла. Но оно сейчас в морозилке, поскольку его надо охлаждённым, холодным очень натереть на бурачковой тёрке. И таким образом сделать крошку. Сейчас я соединю все ягоды вот в большую миску. Ягоды большие, вот особенно, ой, особенно ежевика. Я её, пожалуй, разрежу вот так пополам. Малина сама разойдётся, но ежевика, она такая потлотнее. Сейчас вот так. Ну, и ягодки побольше. Вот так уж очень большая ежевика. Посмотрите, какие огромные ягоды. Вот такая упаковочка попалась. Всё по 150 грамм. Немного надо ягод. Сейчас я их присыплю сахарком с приправами. С кардамоном, коричкой, чуть-чуть сахара. Ещё чуть-чуть. Так. И сразу же крахмал. Половину сейчас, а половинку перед тем, перед самым, перед тем, как перенести вот в форму, я добавлю оставшийся крахмал. Сейчас я вас оставлю на пару минут, натру масло. Это такой процесс, который займёт минут пять. И я к вам вернусь. Друзья мои, ну вот половинку я уже натерла, минутки три прошло. Сейчас я покажу вам, как этот процесс. Вот макайте в муку, чтобы не создавались комочки. И вот так вот такой лапшицей это масло расходится из тёрочки. Вот так. Оно тогда не прилипает к тёрке. Всё прекрасно. Вот. Всё. Достаточно. Масло убираем. Сейчас я его положу, потом в холодильник. Всё. Тёрки ничего практически не осталось. Парочку. Вот так. И теперь всё это вот так хорошенько перетираем в крошечку. Вот так тщательно пальчиками. Всё разминаем очень хорошо. И прямо вот на глазах появляется такая, формируется крошка. Сейчас добавляем сюда щепотку соли. Руки грязные, но ничего. Разрыхлитель. Сахар. И продолжаем всё это хорошенько растирать. Вот так. Вот прямо на глазах крошечка получается. Сейчас я... Секунду. Так. Выливаем уксус. И продолжаем формировать крошечку. Всё хорошенько перемешиваем. Вот так руками перетираем. Вот так. Всё. Вы посмотрите. Это буквально 5-10 минут занимает подготовление. Вот это вот подготовка этого теста, этой крошки. Всё очень-очень быстро. Всё. Всё перемешаем тщательно. Вот такая крошечка. Сейчас чуть-чуть добавлю мучицы. Чуть-чуть всё-таки. Уксус делает своё дело. Ну, сейчас добавим мучицы чуть-чуть. Буквально так. Ещё лоточку. Всё, чтобы только к рукам не очень липло. Вот всё. Превращать в комок это тесто не надо. Вот так и оставляем эту крошку. Всё. Вот такая крошка у нас получилась. Теперь берём форму. Форму я смазала маслом. Подготовила. Духовку. Включаю на 180 градусов. Берём форму. Вот такая у меня форма. Сейчас высыпаем оставшийся крахмал. Это для того, чтобы совсем уж там компот не получился на дне под крошкой. Вот. Высыпаем всё в эту форму. Ягоду. Вот так распределяем. И сверху засыпаем вот этой крошечкой. Вот так. Везде, везде, чтобы крошечка попала хорошенечко. Пальчиками так ещё распределяйте чуть-чуть за тесто. Вот такое крохкое, но всё равно кусочки сахара попались. Вот так по всему, по всей поверхности. Очень вкусная, вкусная такая выпечка. Посмотрите, лёгкая, быстрая. А подают этот крамбл всевозможными способами. И в креманках, и всяких розеточках, и на тарелочках. И с шариком мороженого. Я вам покажу в подаче потом, как это красиво можно подать, этот десерт. Вот всё. Вот посмотрите, какая красота. Так, сейчас я ещё хочу чуть-чуть орешков добавить. Вот так прямо пальчиками раскрошу. Щепотку орешков. Можно этого не делать, но я люблю в выпечке, чтобы были орешки. Вот так, несколько таких. Вот, это очень, ну, придаст такое тоже изюминку какую-то. Не только тесто будет. Вот так перемешиваем с крошкой. Орешки лучше, чтобы были внизу, потому что они очень быстро подгорают. Поэтому их лучше спрятать вот так под тесто. Надо было, конечно, на первый слой, когда сделали вот крошечки. И тогда орешками посыпьте. И продолжайте выкладывать крошку. Вот тогда будет самое то. Ну, я вот их так немножечко спрятала в крошке. Вот всё. Надеюсь, они не подгорят. Вот так. Всё. Красота. Быстро. Просто. Красиво. Вот, посмотрите. Вот такая красота у вас должна получиться. Отправляем на 35-40 минут в духовочку, 180 градусов. И я вам покажу результат, как получится. Ну, друзья мои, мне понадобилось 35 минут в моей духовке. Вы смотрите по своей. И вот такая красота получается. Этот крамбл можно приготовить не только с ягодами. Вот я сделала ягодные. Можно сделать яблочные. Но тогда яблочки надо будет немножко на сковороде с сахарком чуть-чуть протушить. Очень хорош этот крамбл с фруктами. Вот сейчас персики, абрикосы. Только мелкими кубиками надо порезать эти фрукты. И тоже всё остальное всё в таком же порядке, как я вам показывала. Тоже очень вкусно. Подаю я этот крамбл или вот так, прямо в такой форме. Если вы его выпекали в стеклянной, очень хорошо на столе смотрится. Можно вот немножко украсить серединки ягодки. Поскольку у нас ягодный был, этот крамбл ягодный, мы сделаем с ягодками. О, не хочет маленькая стая. У меня тут немножко ягод оставила. Вот чуть-чуть свежих ягодок сверху. Мяты, веточка, как всегда, для украшения, для цвета. Посмотрите, как красиво. Можно ещё присыпать чуть-чуть пудрой. Вот так. Сверху. Вот такая красота. Совсем несложная такая выпечка. Десерт. Покажу поближе, как получается. Ну, я не знаю, в моём детстве такие пироги. Это не пироги, а такие, ну да, пироги, можно сказать. Мама делала заливные пироги и насыпные пироги. Но только здесь разница в чём, что здесь ягоды выкладываются сразу. Первыми идут ягоды без теста. И тесто, вот, крошка только сверху. Мы делали тонкий слой теста, потом какие-то ягоды, фрукты, и сверху насыпали, делали крошку. Ну, это вот английский вариант такой. Это традиционное у них такое лакомство, десерт такой. Подаю я вот, как я говорила, или вот так, прямо в форме, если это красивая форма стеклянная. Или же в креманках. Я вам покажу в шорт-видео подачу. Можно шариком мороженого подать. Очень вкусно и красиво выглядит. В общем, это уже на ваше усмотрение. Пробуйте приготовить десерт простой, быстрый в приготовлении. Сколько? Около 20 минут где-то примерно само приготовление ушло. И выпечка. Ну, когда выпекается, вы свободны. Вот и всё. Пробуйте приготовить. Я вам желаю удачи. Как всегда, приятного аппетита. Радуйте себя, своих близких. До новых встреч!